Леса Мурманской области от пожаров в этом году защитит авиация. В регион уже прибыли два специальных самолета для проведения авиационного мониторинга. Им предстоит курсировать по маршруту, протяженность которого составляет более двух тысяч километров. Охранять заполярье от лесных пожаров будут не только с воздуха. К пожароопасному сезону, заверил губернатор и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, готовы также наземные и надводные службы. На оперативном совещании в правительстве региона глава профильного ведомства отчитался. Численность лесных пожарных в этом году увеличена до 150 человек. Всем необходимым огнеборцы укомплектованы в соответствии с федеральными нормативами. Охрану лесов от пожаров на землях лесного фонда в Мурманской области осуществляет Мурманская авиабаза, в состав которой входят пять авиационных отделений и пять лесопожарных станций первого типа. Это на два подразделения больше, чем в том году. Нарастеть наземную группировку позволило увеличение финансирования. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на тушение лесных пожаров из бюджета выделено 195 миллионов рублей. Это на 70 процентов больше, чем годом ранее. Впрочем, глава региона подчеркнул. Я на что хочу обратить внимание, коллеги? О том, какая ситуация будет складываться с пожарами, зависит не только от денег, зависит не только от мониторинга и работы авиадесантников, наших пожарных в муниципалитетах, а зависит от поведения наших людей. И я еще раз прошу обратить внимание всех наших жителей про необходимость бережного и трепетного отношения к природе. Я прошу в пожароопасный период не жечь костры. Напомним, пожароопасный период в Мурманской области объявлен 16 мая. Региональное управление МЧС России напоминает, в лесу запрещается пользоваться открытым огнем, курить и оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать, как зажигательные линзы.